Всем привет, меня зовут Оля, и сегодня я хочу с вами обсудить такую интересную, местами пикантную тему, как отношения. Конечно же, в Англии, где я прожила 9,5 лет, так что знаю, о чем говорю, отношения немножко строятся по-другому, не так, как у нас в России, и я вам расскажу про все эти нюансы прямо сейчас. Начнем со знакомства. Люди шок-контент не знакомятся на улице в Англии, потому что, во-первых, это считается немного неприличным, если человек стоит и слушает музыку в наушниках или читает книгу, то вы, судя, грубо говоря, его отвлекаете. Так что лучше этого не делать, а познакомиться можно в любых других местах, например, клуб, ресторан, бар, где-нибудь на вписке у друзей, работа, универ и так далее. Еще в этом деле очень хорошо помогает wingman. Wingman — это человек, который, можно сказать, ваш второй пилот, который всегда вам поможет и выставит вас в лучшем свете перед какой-нибудь девушкой или перед каким-нибудь парнем. Так что найдите себе хорошего wingman, и тогда вы можете стать как принц Гарри и Меган Маркл, которых тоже кто-то свел вместе. Очень популярны онлайн-знакомства, онлайн-дейтинг или интернет-дейтинг, такие сайты, как тиндер и так далее. Но некоторые из них больше подходят для быстрых отношений, скажем так, несерьезных, таких как hookups. Hookup — это просто сексуальные отношения. Если вы скажете, Jake and Annie are hooking up, значит, они просто перепихиваются и ничего серьезного между ними не происходит. Серьезные отношения — это serious relationship. Это тогда уже, когда вы exclusive. We are exclusive. Мы эксклюзивны друг для друга и больше ни с кем не встречаемся и не спим. Также существует такая порой полезная, но чаще всего банальная и избитая вещь, как pick-up lines. Например, такие фразочки, которые помогут вам подцепить кого-нибудь в клубе. Это может быть что-то банальное из серии «You're beautiful», «Ты красивая», или что-то более изощренное из серии «Are you a magician?» Because every time I look at you, everybody else around disappears. Ты что, волшебница? Потому что, когда я смотрю на тебя, все вокруг исчезают. Честно говоря, я бы просто сказала «Hey, how's it going? Привет, как твои дела?» И все будет окей. Ну, предположим, вы наконец-таки с кем-то познакомились, вам очень подфартило, и вы идете на первое свидание. Кто же платит? В России привыкли, что на свидание всегда платит молодой человек, и для нас дикость, если бы он сказал «Ну что, дорогая моя, давай-ка, раскошеливайся». Поэтому не удивляйтесь, если в Англии такое произойдет. Там могут платить и оба, разделить этот чек, или может платить сама девушка, потому что так она показывает свою силу и свою независимость. Здравствуй, феминизм! Вот и все, что я могу сказать. Также очень интересный факт состоит в том, что отношения в Англии связаны с социальным слоем. Люди из высшего слоя, аристократической такой тусовки, вряд ли будут встречаться с кем-то из рабочего класса. То есть есть upper class, высший класс, и working, или lower class. Такая вот фишка. Теперь расскажу вам про фразочки и некие эфемизмы, которые существуют в английском языке, связанные с отношением. Например, всем известный Netflix and chill. Netflix это такой видеопортал, где можно смотреть всякие фильмы, сериалы, документальные кино. А chill это, конечно же, расслабляться, чилить. И когда тебе говорят do you want to Netflix and chill, вы думаете, да, как здорово, мы пойдем смотреть фильмы и отдыхать. Но не тут-то было, потому что на самом деле тут все будет с продолжением. Если вас зовут to Netflix and chill, ожидайте, что фильм вы до конца не посмотрите. Еще есть такое выражение, как get down and dirty. Дословный перевод которого означает опускаться вниз и пачкаться. Но на самом деле это, опять же, говорит о сексе. И, например, если вы видите людей, которые танцуют в клубе, трутся друг от друга, прям поедают друг другу лица, то они прям getting down and dirty right on the dance floor. Никто не любит таких людей. Надеюсь, что вы не из тех. В Англии, как и в России, конечно же, существуют уменьшительно ласкательные имена, всякие нежные сюси-пуси, типа малыш, зайка, baby. Но также можно еще использовать выражение bay. Это значит before anyone else, перед кем-либо другим, лучше любого другого. И если скажут you're my bay, ты как бы мой самый-самый лучший. Ну и под конец расскажу вам о таких ситуациях, в которых не хочет оказаться никто. Например, в френд-зоне, френд-зон, зона дружбы. Это когда у вас есть неразделенные чувства к кому-то, но этот человек оставляет вас в зоне дружбы, дружит с вами, а вы страдаете от любви. Также есть такая вещь, как backburner relationship. Это отношения из серии запасного аэропорта. Когда у вас вроде как все хорошо с молодым человеком или с девушкой, вы встречаетесь, все супер, но продолжаете еще с кем-нибудь флиртовать и поддерживать отношения на всякий случай. Своего рода план B. Ну и под конец я вам расскажу про ghosting. Ghost это привидение. Ghosting значит пропадать, не отвечать на звонки, игнорировать и вообще исчезать с радара. Например, Jake hasn't replied to my messages for two weeks. I feel like he's ghosting me. Jake не отвечает на мое сообщение вот уже две недели. Мне кажется, он меня избегает. Надеюсь, вам это хоть как-то помогло. Не забывайте подписываться на Puzzle English и на меня. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok